Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре 98% домов уже обеспечены теплом. Глава Самары Елена Лапушкина рассказала, как идет работа с обращениями граждан. Помощь опытным медикам. Почему самарские ординаторы идут работать в ковидный госпиталь. Российские фермеры собрали рекордный урожай зерновых. Какой вклад внесли аграрии Самарского региона. В жилые дома областного центра продолжает поступать тепло. По данным на 14 октября, к теплоснабжению подключили большинство многоквартирных домов города и социальных учреждений. Ситуация с проблемными объектами на особом контроле решается на уровне мэрии Самары. Когда устранять недочеты, как идет работа по обращению граждан на горячую линию и скоро ли тепло придет в каждый самарский дом, рассказала в интервью телеканалу Самары ГИС глава города Елена Лапушкина. На сегодняшний день, буквально на 3 часа дня, по информации, представленной нам, подключенного чуть более 98% многоквартирных домов, безусловно, есть проблемы, есть достаточно сложные перекладки, есть повторные порывы. Вот только сейчас закончилось совещание с главой внутрегородских районов, проводили штаб, где главы отчитывались и по подключению многоквартирных домов, по подключению объектов в социальные сферы, по правооблемным вопросам и по работе с обращениями граждан, по отработке этих обращений граждан. Безусловно, в ежедневном режиме с утра до вечера контролируем это все. Надеюсь, что в ближайшие дни все подключения мы завершим. Яна Владимировна, по горячей линии сейчас идет работа? Безусловно. У нас звонки поступают на горячую линию департамента, на горячую линию внутригородских районов. Мы очень активно просматриваем все социальные сети. Каждое обращение стараемся отработать, стараемся разъяснить. Надеюсь, что люди видят обратную связь. За сутки в Самарской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 13444. Пациентов с легкой формой COVID-19 лечат на дому. За ними регулярно наблюдают районные власти и медики. В этом убедилась мэрия Елчан. Алло. Добрый день. Добрый. Это Голубев Марина Викторовна, вы с управляющими края беспокоит. Как ваше самочувствие? Здравствуйте. Хорошо. Все хорошо? Все в порядке, да? Пациентам с коронавирусной инфекцией, если они болеют не тяжело, то можно лечиться амбулаторно, на дому. Однако ежедневно за ними наблюдают, в том числе посещают представители районной власти. Дистанционно по домофону узнают, соблюдают ли больные режим самоизоляции и в чем нуждаются. Если что-то требуется, ему что-то необходимое, первой необходимости, мы, конечно, понимаем о том, что у них есть соседи, родственники, друзья, знакомые, которые им помогают. Но в любом случае может такая быть ситуация, когда вот что-то из срочного, из первой необходимости будет. Поэтому мы всегда как бы на телефоне и если там говорим им о том, что если вам что-то нужно, звоните, мы вам принесем, привезем. Решение о переводе пациента на дом принимают медики по каждому человеку индивидуально, с учетом всех факторов риска. С начала октября, к примеру, в Кировском районе Самары из тех, кто должен сидеть дома, режим нарушил один человек. За несоблюдение карантина грозит административная ответственность. Соответственно, также данный контроль осуществляется по телефону, но уже медицинскими организациями тоже каждый день. То есть, соответственно, все наши амбулаторные больные, которые есть, охватываются контролем не менее двух раз в день. То есть медики у нас звонят утром, управляющие обходят, ну, когда как, но в основном во второй половине дня. Только за сегодня в Самарской области зарегистрировали 130 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 13 тысяч 444. За последние сутки выздоровели 135 человек, скончались четверо. Власти призывают горожан соблюдать режим самоизоляции и не забывать о средствах защиты. Мэриил Чан, Николай Сидоров, События. А тем временем на подмогу медикам, которые работают с пациентами в так называемых красных зонах больниц, пришли ординаторы. Почему врачи-стажеры добровольно выбирают работать в ковидном госпитале, узнала Мария Левина. Вячеслав Бормотов – врач-стажер в больнице Середавина. Он работает с больными коронавирусом. На передовую пришел в начале лета. Проходил ординатуру и вызвался добровольцем в ковидный госпиталь, который базируется на территории больницы с апреля. Вячеслав признается, первое время было страшно. Сложно психологически облачаться в противочумные костюмы и заходить в красную зону. Но, как говорят десантники, сегодня этот девиз подхватывают и медики. Кто, если не мы? Ложится большая ответственность, в том числе и на персонал, и на нас в целом. Потому что мы ординаторы, мы уже полноценные врачи. Мы ведем пациентов совместно с опытными врачами. Оказываем помощь, также назначаем анализы, делаем обходы. Для Надира Ердиманова работа в госпитале – это тот опыт, о котором он и подумать не мог. Сразу после окончания ординатуры бороться с новой коронавирусной инфекцией, которая перевернула с ног на голову весь мир. Говорит, летом было полегче, заболевших в разы меньше, а вот к осени ситуация ухудшилась. Сейчас, когда в регионе насчитывается больше ста случаев заболеваний каждый день, медики призывают самарцев быть осторожнее и не игнорировать простейшие правила гигиены. Именно они сегодня лучшие средства безопасности. Чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах и транспорте. Самое главное, конечно, не растеряться, знания основные нужны. И не стесняться и спрашивать более опытных сотрудников, что непонятно, и они с удовольствием помогут, подскажут. Сегодня в региональной медицине порядка 800 ординаторов. Из них половина уже работают врачами, участковыми или стажерами. Каждую неделю у врачей берут анализы. Родственники и друзья, рассказывают врачи, поддерживают и понимают, что сейчас их близкие люди стоят на страже жизни и здоровья миллионов людей. Мария Левина, События. Пассажиры муниципального транспорта, которые не соблюдают масочный режим, останутся без билетов. Самарцам в очередной раз напомнили о штрафных санкциях за нарушение предписания регионального Роспотребнадзора. Об этих мерах и о том, как обрабатывают общественный транспорт в городе, расскажет Ольга Павлова. Санитарная обработка муниципального автопарка начинается с мойки. Сначала при помощи обычного мыльного раствора приводят в порядок внешнюю и внутреннюю поверхности рейсовых машин. Затем салон автобуса протирает насухо и дезинфицирует профессиональным антисептическим раствором. Обеззараживающее средство рекомендовано региональным Роспотребнадзором и безопасно для человека. Оно имеет все необходимые сертификаты качества. В ежедневном режиме специалисты мобильной бригады обрабатывают поручни, лестницы, сидения. Одним словом, все, до чего может дотянуться рука пассажира. После плановой дезинфекции машины отправляются в рейсы. По поручению городского департамента транспорта за соблюдением масочного режима на маршрутах следят кондукторы, полиция, сотрудники народной дружины. Если раньше отдельные пассажиры пренебрегали рекомендациями Роспотребнадзора, то сейчас, узнав о внушительных штрафах и статистике по числу заболевших коронавирусом, правила не игнорируют. Ежедневно на нарушителей составляются протоколы, если такие выявляются. Потом составленные эти протоколы направляются в суд. Значит, там мера воздействия от предупреждения до штрафа. Штраф от 1000 до 30 тысяч, но все это уже на усмотрение суда. Даже такое было в ходе рейсов этих, допустим, у кого-то там нет маски, пассажиры охотно делятся этими масками. Ну, кто-то идет прямо на принцип, говорит, нет, не надену маску, и приходится выходить из подвижного состава. Более того, нарушителя теперь накажут не только рублем. Продавать билеты таким пассажирам не станут, попросту высадят на первой же остановке. А при конфликтной ситуации еще и вызовут наряд полиции. Впрочем, большинство горожан сознательно подходят к режиму ношения масок, отмечает кондуктор Наталья Веселова, и стимулирует жителей Самары личным примером. Накупил все маски, все, и внучки, и дочки, все, заставляя руки мыть чаще. У нас антисептик есть дома. Слушаются? Да более-менее, иногда приходится напоминать. Меры предосторожности, они всегда должны быть, чтобы не было, скажем так, нехороших последствий. Вот это очень важно. Перед каждым рейсом после дезинфекции транспортных средств кондукторы и водители проходят необходимый инструктаж, в ходе которого руководитель напоминает о необходимости надевать защитное средство самим и оповещать об этом пассажиров, в том числе через автоинформатор. Если контроль обнаружат на линии сотрудника предприятия, кондуктора или водителя без защитного средства, назначается служебная проверка. По ее итогам виновник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Предприятию же грозит штраф в размере от 300 тысяч рублей в случае выявлений на рейсах пассажиров без масок. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Банк России планирует выпускать цифровые рубли. Станут ли они полноценной заменой наличным, расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, в эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. Черное золото сегодня теряет в цене. За баррель марки «Брэн» дают 42 доллара 20 центов. Валюта немного подешевела. На 15 октября Центробанк установил курс доллара на отметке 77 рублей 27 копеек. Евро – 90 рублей 70 копеек. Банк России планирует выпускать цифровые рубли. Они могут стать новой формой денег наряду с наличными и безналичными, от которых пока отказываться не планируют. Цифровым рублям присвоят коды, которые будут храниться в специальных электронных кошельках. Будут ли привлечены к распространению и обслуживанию цифрового рубля банки, пока обсуждается. Стоимость российского лекарства от коронавируса за последние три месяца снизилась вдвое. Если в июне средняя цена препарата была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. При этом на один курс лечения требуются две упаковки. Так что и после снижения цены лекарство остается достаточно дорогим. А в Самаре могут увеличить тариф за вывоз мусора. В июне следующего года региональный департамент ценового и тарифного регулирования планирует поднять тариф на вывоз отходов. Напомню, действующий тариф составляет 598 рублей 16 копеек. В следующем году он может составлять уже 622 рубля за кубометр. Сейчас новый проект приказа проходит антикоррупционную проверку. Так что сумма может измениться. На этом сегодня все. Удачи в делах! Более 200 миллионов рублей потратили в этом году на обеспечение дорожной безопасности в Самаре. За счет этих средств в том числе нанесли свыше 100 тысяч квадратных метров линий разметки. Как это происходило, узнаем в нашем специальном репортаже. На автомобильных дорогах Самары завершились сезонные работы по нанесению горизонтальной разметки. Эти работы выполняются в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения городского округа Самара, рассчитанную на 5 лет до 2020 года. Повышение безопасности дорожных условий, а также развитие системы организации движения, транспортных средств и пешеходов входит в перечень мероприятий данной программы. В общей сложности, с учетом средств областного бюджета, потрачено больше 200 миллионов рублей в этом году. Из них получается 120 миллионов – это программа безопасности дорожного движения, и 89 миллионов – это областные субсидии. Из них стоит отметить, что в этом году на городских дорогах нанесено более 100 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки. Разметка наносится только на подготовленные к этому виду работ дороги. Предварительно в рамках текущего содержания они приводятся в надлежащее состояние. После влажной уборки должно пройти не менее суток перед стартом разметочных работ. Они проводятся ночью, чтобы не создавать помех движению транспорта. Линии на проезжей части рисуют там, где они стерлись от времени, или большого потока машин. На этом участке дороги улицы Аэродромной и Авроры рабочие трудятся преимущественно в ночную смену, чтобы не мешать и без того допряженному трафику в дневные часы. Кроме того, свеженанесенной разметке требуется время для просыхания. Термопластик остывает в течение двух минут, а полностью схватывается в течение восьми. Мы наносим термопластик, на него распыляются светоотражающие шарики. В приоритете участки, по которым ходит общественный транспорт, пешеходные переходы и дороги, имеющие более двух полос в каждом направлении. Ну а в целом в рамках муниципальной программы разметка в этом году обновлена на площади более 66 тысяч квадратных метров, что превысило прошлогодний показатель. Гарантийные обязательства подрядчика – один год. Чистота на контроле специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» еженедельно проверяют, как подрядная организация убирает улицу «Победы». Напомню, обновляемые по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» участки улицы обслуживают по контракту жизненного цикла в течение трех лет. Эта практика впервые была внедрена в Самаре в прошлом году. Какие виды работ необходимо выполнять, выяснила Лариса Шалафаст. Ежедневно на уборку улицы «Победы» выходят шесть рабочих и семь спецмашин. Осенью особенно важно вовремя собирать опавшую листву и мусор с тротуаров и решеток ливневой канализации, чтобы во время дождя вода не скапливалась на проезжей части. Наводят чистоту здесь рабочие подрядные организации, которые выполняли ремонт. Напомню, его на улице «Победы» начали в 2019-м. Обновили участок от Елизарова до Гагарина. В этом привели в порядок участок улицы от Гагарина до проспекта Кирова. Работы выполняли по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчик ремонтировал улицу по контракту жизненного цикла. То есть должен был не только привести в порядок тротуары, дорогу и прилегающую к ней территорию, сделать парковки, установить новые остановки и урны, но и в течение пяти лет следить за их состоянием, за свой счет устранять возникающие дефекты, а также следить за чистотой. Качество уборки улицы контролируют специалисты муниципального учреждения дорожное хозяйство. В ходе контроля, если выявляются какие-то недостатки, выписываются предписания со сроком 1-2 дня. При повторном объезде, если замечания устранены, составляется акт об устранении замечаний. Если замечания не устранены, то предписание либо продлевается, если на то имеются уважительные причины, либо происходит корректировка объема по фактически выполненным работам. Теперь, когда с комплексным ремонтом рабочие почти справились, готовность улицы 99%, уборочных работ заметно прибавилось. На улице Победы появились дополнительные парковочные места. Это еще более 5000 квадратных метров. Устроены посадочные площадки, карманы для подъезда общественного транспорта к остановкам. Возле перекрестка с улицей Матросова остановочный павильон и урны появятся в ближайшее время. Уже ведутся подготовительные работы. Осталось также закончить благоустройство газонов, установить пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку. Чтобы полноценно содержать объект протяженностью почти 5 километров, и в дальнейшем будет регулярно проводиться и ручная, и механизированная уборка. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Ракета «Союз-2.1А» самарского производства сегодня стартовала с космодрома Байконур. Она доставит к Международной космической станции корабль «Союз МС-17» в рекордно короткие сроки – всего за три часа. За время пути к МКС «Союз» сделает всего два оборота вокруг Земли. До этого схему опробовали только на грузовых кораблях. Традиционно полет занимал двое суток, а космический корабль делал 34 витка, а не два. 134 года назад в Самаре заработала первая водоразборная колонка. К этой дате приурочили открытие нового арт-объекта. Одно из первых его увидела на пересечении Ленинской и Полевой Елена Малютина. Недавно установленный арт-объект «Женщины с коромыслом и ведрами» уже в народе прозвали Екатерина Матвеевна. В честь жены всенародно любимого киногероя товарища Сухова. Памятник ему установлен на третьей очереди набережной. По задумке авторов проекта статуя символизирует нелегкий женский труд, который приходилось выполнять ежедневно, нося воду в дом. В композицию входит также лавочка для жителей и водоразборная колонка. Водоразборные колонки постепенно уходят в прошлое. Практически в каждый дом подведена вода. Этот арт-объект имеет не только историческую ценность, но и является действующим. Проект разработали студенты архитектурно-строительной академии. Идею подал Владимир Бирюков, главный управляющий директор РКС «Самара». Эскизы ребята разработали за несколько дней, но в течение года вносили изменения. Создали арт-композицию за счет благотворительных средств, которые вложили сотрудники РКС «Самара» и партнеры. Ни копейки тарифных и бюджетных денег не потратили. Этот проект был очень интересен для нас, потому что, во-первых, это невероятный опыт работы с заказчиком, работы с самим проектом. И это действительно такой масштабный проект. Нам пришлось выдержать общую концепцию, начиная от женщины, лавки, двух колонок, чтобы они были в едином стиле сделаны. Идей было на самом деле очень много. У нас вообще изначально все планировалось по-другому. Здесь должен был стоять такой красивый навес, но исходя еще из возможностей, мы очень довольны результатом. Мне кажется, получилось очень хорошо. Долгие десятилетия самарцы ходили за водой с коромыслом и ведрами. И сейчас есть жители, которые вынуждены пользоваться колонками. В 2018 году сотрудники РКС «Самара» разработали программу «Вода с улицы в дом», с помощью которой у горожан появилась возможность подключиться к центральному водопроводу по льготным условиям. Сейчас уже демонтировали 327 самарских колонок. Остается еще 619. Подключены к водопроводу 73 дома. В ближайшее время вода появится еще в 287. Колонка водопроводная, она для людей, для меня и более старшего поколения, является, ну, немного даже такой ностальгической. Приятные воспоминания. Во-первых, это детство, это юность, это молодость, да, так скажем. Вот оно навеивает. И когда колонка спасала, когда ты там целый день гоняешь мяч, очень хочется пить, так сказать, дома далеко, а вот она, живительная влага. Данный арт-объект новый стал украшением нашего города, местом притяжения. И очень приятно, что это большая коллективная работа. Сегодня, наверное, день символов, потому что 134 года назад появился первый водопровод, откуда и пошло название на дне именно Сульяновского спуска. И появилась первая водоразборная колонка. Но спустя 134 года мы стоим с вами на этом месте и говорим о том, что пришло время сказать водоразборной колонке спасибо. И все-таки завести воду в дом ко всем людям, которые пользуются услугами колонки. В 21 веке не пристало ходить с ведрами по миллионному городу. Представители РКС Самара планируют оставить в городе действующие только эту водоразборную колонку. На пересечении улиц Ленинской и Полевой. Елена Малютина, Константин Головин. События. Российские фермеры собрали рекордный урожай зерновых. Несмотря на пандемию и ограничительные меры, аграриям удалось реализовать свой потенциал в полной мере. Какие всходы дали самарские поля и повлияет ли большой запас зерна на стоимость хлеба в магазинах, выяснила Гульфия Сафина. Не менее 82 миллионов тонн пшеницы в этом году соберут российские фермеры. Такой прогноз озвучили в Менсельхозе. Урожай выше прошлогоднего на 9%. В целом сборы зерновых составят 125 миллионов тонн, обещают ведомстве, что говорит о втором рекорде отечественного агропрома. Причем высокие показатели заслуга именно по Волжье. На юге большую часть урожая погубила засуха. Самарские аграрии по промежуточным данным уже собрали с полей 2 миллиона 700 тонн зерна в бункерном весе. Северные районы продолжают сбор урожая, но уже сейчас, можно говорить смело, область в полной мере себя обеспечила и продовольственной пшеницей, и мукой, и фуражом. Увеличится экспорт. Всехостаропроизводители сейчас серьезно ориентируются на экспорт. Наш хлеб поставляется на Ближний Восток через речные поставки, и через Новороссийск. Плюс наша продукция поставляется в Европу. У нас, например, есть фермеры, которые производят кориандр, и полностью их объем уходит на поставку в Австрию. Наращивание объемов урожая дает активы всем, кто напрямую связан с агропромом, фермером и трейдером. Рост оборотов однозначно увеличит и поступление в региональные и федеральные бюджеты. Местные получают плюс в виде гарантий на ассортимент и качество хлебобулочных изделий на прилавках. Однако стоимость булки от амбарных запасов сегодня не зависит, рассказывают эксперты. На днях российское сообщество пекарей допустило рост цены на хлеб до 7%. Росстат уже зафиксировал подорожание на 5. Любой экспортный товар привязан к долларовым ценам на биржевых рынках. В первую очередь это Париж и Чикаго. Он не зависит от того, какова система сейчас в России. То есть хороший урожай, плохой урожай, он всегда привязан к экспортным ценам, которые в Новороссийске, в Петербурге и так далее. На самом деле большое количество факторов влияет на цену хлеба, огромное количество факторов. И не всегда только урожай влияет на рост цен. Переозначение предприятия – это же тоже колоссальные расходы, и их нельзя заложить, допустим, в один год или в два. И они их растягивают на длительный период времени и постепенно закладывают. Плюс, опять же, негативные моменты какие-то, которые были связаны с пандемией. Специалисты напоминают, в цене товара, даже производимого в нашей стране, лежит импортная составляющая. В оборудовании, запчасти к нему, отдельное сырье и компоненты. Таким образом, инфляция, долларовый скачок и падение цен на нефть спровоцировали подорожание в период пандемии многих продуктов питания. К примеру, больше всего отреагировали крупы и бобовые. По данным Росстата, увеличение цены – более 24%. Макароны подорожали за год на 9%, сливочное масло – на 6,5%. Впрочем, есть и позитивные изменения. В этом году подешевели яблоки, картофель, лук, куриное мясо, пшено, стерилизованное молоко, детское питание и многое другое. Гульфия Сафина, Николай Епифанов, События. Сегодня православные верующие отмечают покров Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен явлению Богоматери к стенам Царьграда, окруженного сарацинами. Согласно житиям святых, Пречистая Дева расправила свой плащ и укрыла им город, что спасло жителей от захватчиков. В крестьянском быту покров знаменовал собой окончание полевых работ и приход зимы. Именно в этот день предсказывали, как пройдет наступающий сезон холодов. Православные люди с трепетом относятся к празднику, и многие сегодня пришли на службу в Покровский собор. Этот храм, он как раз относится к этому празднику. Он давно построен, и душа радуется этому празднику. Благодать чувствуется, даже погода сегодня и то радостная такая. Ну, это праздник. Я бы хотела, чтобы Покровский собор в городе покрыла от всех несчастья, бед, невзгод. Весь, ну, в общем, даже весь мир, я бы сказала. Просто, чтобы все были дружными, никаких болезней не было. Все жили радостно и счастливо. А теперь коротко о других темах этого дня. Частные медицинские организации Самарской области начали проводить компьютерную томографию легких пациентам с ОРВИ в небольничной пневмонии и коронавирусной инфекцией, сообщают в региональном правительстве. Частные клиники должны предоставлять услуги по полюсу обязательного медицинского страхования и принимать пациентов в скорой медицинской помощи. Такая мера позволит дополнительно проводить до 250 КТ-исследований в сутки. В Самарской области появится сеть центров амбулаторной онкопомощи. До 2024 года в регионе планируют открыть 12 новых центров в различных городах и районах с учетом их логистики и транспортной доступности. Уже до конца этого года онкологические центры должны открыть в Сызрани, Тольятти и Самарской городской больнице номер 4. Ученые Самарского университета имени Королева разрабатывают криогенный двигатель, который будет использовать в качестве топлива жидкий азот или сжиженный природный газ. Благодаря исключительной экологичности этот двигатель можно будет применять, например, на транспортных средствах в природных заповедниках, либо устанавливать на беспилотные летательные аппараты специального назначения, которые смогут оставаться невидимыми для средств инфракрасного слежения, не оставляя в небе тепловых следов. В Самарской области продолжается голосование за лучшего народного участкового. Во второй этап вошли пятеро полицейских. Иван Зверев из Отрадного, Александр Артемов из Похвестнево, Александр Пожаров из Самары, Александр Калинин из Борского района и Петр Родионов из Тольятти. На днях они встретились в областной столице с курсантами Самарского кадетского корпуса МВД России и возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса. Почти в память погибших сотрудников ОВД и героев Великой Отечественной войны. Онлайн-голосование за лучшего участкового продлится до 16 октября. Победитель отправится представлять Самарский регион на федеральном уровне. В России стартовал перевыпуск паспортов болельщика на футбольный чемпионат Европы. Первенство перенесли на будущий год из-за пандемии. Чемпионат сохранит название Евро-2020 и пройдет в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, в период с 11 июня по 11 июля. Все ранее купленные билеты действительно на новые даты, а вот паспорта болельщиков необходимо переоформить. Самарские крылья Советов не проигрывают уже в девятом матче подряд. Накануне подопечные Игоря Осенькина одержали верх над одним из лидеров футбольной национальной лиги «Спартаком-2». За драматичным поединком наблюдал наш корреспондент Анатолий Головко. Футболисты крыльев Советов переиграли «Московский Спартак-2» на домашнем поле. С первых минут хозяева завладели преимуществом и не позволяли столичным гостям создавать опасные моменты у своих ворот. На 36-й минуте красно-белые сбили полузащитника «Волжан» Романа Ежова в своей штрафной. Главный арбитр матча уверенно указал на точку. 11-метровый реализовал Антон Зиньковский. Галкипер Александр Селихов угадал направление полета мяча, но не справился с ударом. После перерыва «Спартаковцы» заработали штрафной. Гости оригинально разыграли стандартное положение, закрыв обзор Евгению Фролову. Руслан Литвинов красивым дальним ударом отправил мяч в сетку ворот. Уже под занавес игры «Самарцы» вырвали победу. Владимир Полуяхтов сбросил мяч Сергееву. После углового и лучший бомбардир первенства установил окончательный счет на табло. 2-1. Главный снайпер лиги поделился своими впечатлениями от игры. Наставник москвичей не стал заострять внимание на игре. Роман Пилипчук раскритиковал работу арбитра и преждевременно покинул пресс-конференцию. «Самара» с такими игроками должна забивать голы не такие, как назначаются пенальти в первом тайме. Судья принял такое решение. Это останется у него на совести. Просто мы воспитываем футболистов, а не делаем то, чтобы над этими молодыми футболистами кто-то издевался. Спасибо. Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осенькин заявил, что его команда победила по делу. Все-таки это победа заслуженная по ходу игры, по характеру игры. Конечно, мы обязаны были побеждать. После этой победы самарцы могли возглавить ФНЛ, но Нижний Новгород и Оренбург не сдали позиции. Сейчас подопечные Игоря Осенькина отстают от первого места всего на два очка. Но ситуация может измениться уже в ближайшую субботу. «Крылья» примут на Самаро-арене «Астраханский Волгарь». Матч начнется в 16.00. Анатолий Головко, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин